В соревнованиях пожарных участвовали команды Абакана, Черногорска и Саиногорска. Четыре человека должны были на скорость буквально разобрать поврежденный автомобиль, освободить оттуда водителей и пассажира, зажатых корпусом, причиняя им как можно меньше страданий. Инструмент привычный – мощные гидравлические ножницы с бензиновым двигателем. Бойцы научились обращаться с ними настолько ювелирно, что на перекусывание жестяных стоек и металлических прутков уходят считанные секунды. У команды отработана технология, от автомобиля остались фактически только колеса и нижняя часть корпуса. Затем очень бережно извлекают пострадавших. По условиям учений у них переломы конечностей, каждое действие оценивают судьи. Уже с начала года на территории республики наши пожарные и спасательные подразделения привлекались на 91 ДТП. При этом было спасено 18 человек. Вот данные соревнования до этого проводятся, чтобы плечостав повышал свой уровень, навыки. Пожарные отряды республики прислали на учение соревнования лучших специалистов, как выражаются сами спецназ. Но такими навыками должен владеть каждый боец, потому что серьезных ДТП меньше не становится. В реальности немного все по-другому и страшнее намного. Пострадавшие там не такие веселые, как здесь, а довольно печальные ситуации. Так что лучше не стоит, я думаю. Но готовиться все равно нужно. Легко, тяжело в учебе, легко в бою. Звено пожарных из Черногорска признано лучшим по итогам состязаний. Они завоевали кубок, остальные участники – дипломы. И, конечно, получили неоценимый опыт в ликвидации ЧП на дорогах. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.